Добрый день, дорогие друзья! С вами Евгений Гордеев из славного города-героя Смоленска. Дорогие мои, хочу рассказать вам одну житейскую историю. Жила-была на свете девочка. Никакого счастливого детства у нее и в помине не было, а был у нее ДЦП – детский церебральный паралич. Это страшная беда, кто знает, от самого рождения и на всю оставшуюся жизнь. Какое уж тут, как говорится, счастье. Тем не менее, рожденная на селе, росшая среди красот природы родной Смоленщины девушка-женщина, не озлобилась на все и вся, как некоторые, не исходила завистью к здоровым сверстникам, а была доброй, отзывчивой, трудолюбивой, наконец. Работала много лет в швейном цехе, родила сына. Она писала прекрасные, берущие за душу стихи, которые публиковались в Починковской районной газете на Смоленщине. Завклубом и председатель сельсовета из деревни Стригина, тоже Надежда, как и она, всюду хлопотала за нее, возила на различные поэтические конкурсы. В общем, выросло наше инвалид-детство, честный и справедливый. Умела постоять и за себя, и за других, добивалась от чиновников соблюдения прав и законных интересов людей. А под старость, когда здоровье ее совсем рухнуло, А после страшного, обширного инсульта, даже за собой ухаживать стала не в моготу, лежачая стала. Определили ее в Починковский психоневрологический интернат. Хотя и не по профилю, вроде бы, ведь никаких психических заболеваний или расстройств у нее не было. Но зато, как говорится, в родных с детства пенатах, вблизи от родовой деревни, где она родилась, практически в райцентре Починок, где родственники, что называется, под боком и всегда могли бы помочь. Однако, правда, родные братья, хоть и жили неподалеку, от нее совсем отвернулись. Кому она нужна, лежачая-то? Ни разу за 12 лет, что она в этом интернате прожила, не навестили. А сын ее более трех уже лет назад умер. Вот и в интернате в этом, хотя и лежачая она была, повторяю, Надежда пыталась бороться с местными так называемыми порядками. Нарушающими, по ее мнению, права, содержащихся здесь и без того обездоленных жизнью людей. Ее давняя подруга, Галина Мичиславовна Береснева, живущая в Смоленске, переслала мне видеозапись с рассказом, слезным рассказом Надежды об интернатских нравах. А потом мне позвонила и сама Надежда. Она просила выложить этот ее видеоролик на моем видеоканале в Ютьюбе. Довести, так сказать, до широкого круга общественности. Придать гласности, чтобы, может быть, прекратить те безобразия, о которых она говорит. Я, Припиченкова Надежда Александровна, живу в ПНИ города Починка уже 12 лет. Хочу рассказать о нашей жизни, как нам здесь живется. А живется нам здесь хреново. У нас инвалидов особого внимания никто не обращает. Особенно на тех, которые недееспособны. Здесь работал у нас в интернате слесарем Зыков Владимир Иванович. Его уволили, потому что он заступился за девочку, недееспособную, Кондрашову Татьяну. Девчонку эту на его глазах насиловали, а он задержал насильника. И мы его попросили уволиться. У нас тут почти всех насилуют, особенно недееспособных. Бьют, избивают, мучают. Любого могут обозвать, оскорбить, унизить. Здесь способности лишить. Все такое угрожают. Откуда я это знаю? Я могу сказать. Ко мне приходил Никуленков Александр Алексеевич. Сашка, моложе меня намного. Он приходил и мне рассказывал. Вот мы любую можем ударить, они теряют сознание. И с ними делай, что хочешь. Но это все в интернате, все скрывается. Эта Кондрашова приходила ко мне, даже когда я еще лежала в карантине. Она мне рассказывала жизнь свою. Я все о ней знаю. Она очень добрая. Именно вот эту Кондрашову хотел защитить Владимир Иванович, наш слесарь. Эту Кондрашову они просто-напросто, чтобы не расследовать это все. Все знали, что этот самый Макаренков ее насиловал. Все видели. Все видели, как на улице прямо, как этот... Насибили ее. Она мне и сама кое-что рассказывала. Ну, а теперь я хочу рассказать больше. Эту самую Кондрашову вместо того, чтобы заказать Макаренкова, ее просто-напросто отправили в Редиону. Там поддержали. Состряпали документы, что никакого населения не было. И отправили в Жоповский интернат, чтобы ни разу не выносить, как говорится, ссоры за зубы. Кормят нас здесь очень-очень плохо. Не каждая собака станет есть то, что едим мы. Нельзя это даже вот назвать человеческой едой. Я, например, получаю какую-то часть пенсии. 25% я всего получаю. 75% моей пенсии и 75% из ЕДВ уходят на интернат. Но вообще-то и государство же нас обеспечивает. Одно только нельзя понять. Где наши деньги? Одежда здесь вообще непригодная к носке. Я вот жила на третьем этаже раньше, когда первый год была. Там вообще беспредел полный. Совершенно голые люди в этих палатах. Закрытые на замок. Сейчас, говорят, замки сняли, но всё равно. Там любая санитарка может подойти и ударить. Хочешь палкой, хочешь чем хочешь. На ихные крики, на ихные слёзы, на ихные просьбы, когда человек просит воды. На ихные просьбы никто никак не реагирует. В общем, нету никаких сил. А в столовой тоже творится. Чёрт-те что. Мужчины наши, которые здесь у нас, они вообще просят хлеба. Понимаете? Нам дают в обед только два кусочка хлеба. Чёрного кусочка и белого. Я вообще хлеб не ем. И вообще стараюсь не есть эту еду. Потому что меня... Мы вызывали прокуратуру. Вот. Приехала прокуратура. Никто ничего не записывал. Меня совсем не слушали. Я пыталась рассказать. Рассказывала об этом всём беспределе. Об этих всех побоях, которые... Женщинах, которые ко мне приходят. Ничего, собственно. Вот. А когда приехала второй раз, у меня был такой приступ, что ужасно. Мне даже кажется, что меня просто хотели отравить. Они дееспособны проще всего. Как только что-нибудь не так, чуть-чуть. Сразу отправляю в Гегионовку. И Гегионовка потом... Ну, приезжают назад, и всё. И человека делается не едееспособным. Человека делается не едееспособным. Даже от герья и самых простых таблеток, и то нет. Представляете? Всё покупаем сами. Вот за эти копейки, что нам остаются. Нам дают какую-то часть. Вот 25% только. Дают, и... Остальное всё идёт на интернат. А скорее всего, я думаю. Что это идёт... По другим карманам, можно так сказать. Мы не живём, а мучаемся. Как в тюрьме. Или что, вроде как бы я не... Не хочется, не лезть. Я боюсь. Боюсь, меня уже два раза отравили. Этот раз. Наверное, меня отравят после этой записи. Совсем. И убьют как-нибудь или таблетку, пацаны. Всё на свете может быть. В нашем интернете всё на свете может быть. Михаил. Ну, конечно, у нас здесь вообще все пьют, и всё пьют. Пьяные берутся, и всё на свете. Никто, все знают буквально, и никто, никакой реакции. А теперь вы хотите верьте, хотите нет. Ну, если можно, помогите мне. Пожалуйста. Почитайте это, посмотрите моё это видео, где мы вместе с Зыковым решили побороться за недееспособных. Я ждала этой минуты 12 лет. Я знаю, что это видео будет стоить мне жизни. Ну, я уверена, что это моё видео поможет друг другим. Вот такая вот моя запись. Я написал заявление соответствующее и передал её исповедь на флешке в областную прокуратуру, надеясь, что эта инстанция высокая сама организует выездную проверку содержащихся в видеообращении сведений. Однако я заблуждался, хотя и предвидел это, но заблуждался. Проверка, как и по прежним обращениям Надежды, была поручена районной Починковской прокуратуре. И вот я получил ответ из районной прокуратуры. Я читаю вам этот ответ. Прокуратурой Починковского района рассмотрено ваше обращение от 24 июня 2024 года с приложенным флеш-носителем видеообращения при Печенковой Н.А., поступившие из прокуратуры Смоленской области 27 июня 2024 года о нарушениях прав, проживающих в СОХБУ Починковский психоневрологический интернат. Прокуратурой Починковского района проведена проверка по всем доводам при Печенковой, в ходе которой нарушение закона не установлено. Кроме того, доводы при Печенковой по факту неправомерных действий в отношении проживающих в психоневрологическом интернате были предметом проверки в порядке статей 144 и 145 УПК. Ну, это сообщение типа о преступлении. По результатам проверки не подтвердилась информация о применении насилия в отношении проживающих либо укрытие фактов преступления в отношении проживающих. В ходе изучения материалов проверки на предмет законности процессуального решения установлено, что оснований для отмены процессуальных решений не имеется. Довод при Печенковой о незаконных решениях о признании проживающих недееспособными не соответствует действительности. Случаев отмен решений о признании проживающих недееспособными и восстановлении удееспособности не имелось. По результатам проверки нарушений закона не установлено. Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется. В случае несогласия с принятым решением вы, то есть я, в праве его обжаловать высшестоящему прокурору, а также в Починковский районный суд. В соответствии, так и так далее, возвращаю приложенный к настоящему обращению флэш-накопитель прокурора района А.Н. Никулин. Вот такое письмо, получено, отправлено оно 24 июля, но получено, будем говорить, на днях мною. Так что из этого письма, друзья мои, выходит, что 71-летняя, правдорубка, правозащитница, можно сказать, Надежда Припеченкова, лгунья и очернительница прекрасной, отрадной жизни обитателей Починковского психоневрологического интерната. А там их более 300-320, что ли, человек содержится. Лгунья, клевещущая на добросовестно и честно исполняющий свой служебный и человеческий долг персонал интерната. Так выходит, ведь именно в таком свете выставляет в этом письме районная прокуратура, районный прокурор, автора видеоролика, гражданку Припеченкову, отрицая наличие всех указанных ею нарушений. То есть она по каждому пункту своих, так сказать, видеообвинений получила отлуп. Нет, 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 нет. То есть она лежала и сочиняла, и диктовала на видео, и требовала опубликовать. Ну что ж, друзья, я на своем веку насмотрелся всякого. Встречались мне и так называемые профессиональные сутяжники, которые просто жить не могли без кляус собственных и в день по нескольку раз бегали к почтовым ящикам, чтобы найти там или не найти там ответы из разных инстанций на их обращение. В этом их была жизнь, их существование, их, будем так говорить, долголетие заключалось. Но я сильно, очень сильно сомневаюсь в том, что это относится и к Надежде Припеченковой, которая всей своей жизнью непримиримой и бескомпромиссной борьбой за торжество законности и справедливости, доказала свою честность и правдолюбие, и готовность идти на все ради этих вот честности, правдолюбия, законности, справедливости. Несмотря ни на что, и невзирая на возможную опасность, опасность даже для жизни. О такой смертельной опасности говорит в своем ролике и говорила мне в телефонном разговоре сама Надежда. И я ее предупреждал, а стоит ли, так сказать, этот ролик публиковать? А вы хорошо подумали, вам ведь там жить, вам ведь там питаться, вам ведь там лекарства принимать и так далее. Мало ли что, не дай бог. Но она сказала, что я на все готова, лишь бы, так сказать, помочь этим несчастным людям, которые там претерпевают те страсти, о которых она рассказывает. Я обещал ей выложить ее, этот крик души, на суд общественности. И я делаю это. Друзья мои, я выложил и демонстрирую вам этот ролик еще и потому, что, к великому сожалению, Надежда Припеченкова на днях ушла от нас в мир, как говорится, иной. Она, как мне сообщили, была направлена в больницу в Смоленск по поводу предстоящей операции на желчном пузыре. И она здесь, в больнице, умерла. Но комментировать ее внезапный, будем так говорить, уход, а тем более связывать этот ее уход с ее видеообращением, которое вы уже посмотрели, я не буду, не намерен. Более того, скажу больше, я буду даже очень и очень рад, если, как считает прокурор Поченковского района Александр Никулин, действительно ничего подобного описанному Надеждой в интернате не было и нет. Что в этом интернате? Светло, тепло, сытно, уютно обеспечиваем им. А персонал интерната вежлив, внимателен, квалифицирован, милосерден, наконец, к своим подопечным. Друзья мои, я твердо убежден, что жизнь и смерть, провидение и судьба все-все-все расставят, расставляют и всегда расставляли на свои места. Кроме того, закон бумеранга, я напоминаю всем, никто и никогда еще не отменял и не отменит. А вы как считаете? Скажите в своих комментариях под роликом. Я напоминаю о нашем приюте Катавасия 67. Прошу и впредь всех желающих, могущих и имеющих доброту и милосердие оказывать нам посильную помощь. Для этого под каждым моим роликом опубликован номер телефона, к которому привязана Сбер-карта, карта Сбера, вернее, так сказать. И мы с теплотой душевной и с улыбкой на лицах и с громким торжествующим мяуканьем примем ваши пожертвования нашему приюту Катавасия 67. Будьте здоровы, будьте счастливы, не попадайте в дома-интернаты, как бы там хорошо не было, как говорится, среди родных и близких. И смерть красна. Мира нам всем на нашей планете. Пока.